В шахматах есть слово «белопольный», говорят по словам. И есть другое слово «чернопольный». И, когда вы играете в шахматы, если у вас есть слон, который ходит по белым полям, то он всегда будет ходить по белым, он никогда не перейдет на черный. Ребята, на самом деле, с точки зрения слонов, шахматная доска строена совершенно не так, как с точки зрения води или с точки зрения короля. Когда у вас есть, скажем, чернопольный слон, то на самом деле для него существуют только вот такие поля. Давайте я их все точками отмечу, и это сейчас нам очень поможет. Смотрите, когда есть такие поля, то по ним и только по ним могут ходить чернопольные слоны. И вот сейчас мы должны с вами доказать такую, что не хватит трех чернопольных слонов, чтобы пробить все эти клетки. И точно так же не хватит трех белопольных на белые клетки. Так, почему на эти клетки не хватит трех слонов? Пожалуйста, можно себе представлять, что эти слоны – это как бы ладьи, если считать вот такое направление. Вы правильно говорите, да? Вот это вот одно направление. Так, это одно направление. А вот это вот, это другое направление, да? Ну, тогда я вам сейчас сразу подражу. Смотрите, сколько у нас таких направлений? Семь шуток. Сколько у нас вот таких вот направлений? По-моему, восемь. Правильно? Да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь. Смотрите, у меня найдется непробитое такое, хотя бы одно. И у меня найдется непробитое такое, хотя бы одно. Значит, найдется непробитое клетка. Это все, конечно, замечательно. Только я таким способом могу доказать, что даже шесть слонов недостаточно. Ведь у меня есть семь направлений таких. Одно из них не будет правильным. Правильно? У меня есть восемь таких. Если шесть слонов, а то и девять. То есть, на самом деле, даже шесть чернопольных слонов недостаточно. Ведь я, конечно, молодец, что это доказал. Только если вы приглядитесь, обнаружите, что четырех слонов абсолютно недостаточно. И такой пример в самом начале вам показывали. Да? Да, да, да. Вот, вы показывали. Вот. Поэтому что-то здесь не так. Да, Пашюк. Если мы берем в четыре слона, они бьют максимум в четыре направления. Не понимаю. Они бьют, конечно, восемь направлений. Каждый слон бьет два направлений. Два, четыре, сто. Не понимаю вас. Во-первых, направление у нас всего два. Что-что? Если мы слона вставим, то мы не смотрим. Все. Нет у вас решения. Ребята, математика требует точных промолировок. Вы не можете просто так вот говорить. В математике должна быть мысль, а не просто какие-то слова. Да? Это, собственно, есть отличие, что называется, гуманитарно направленного человека от интеллектуально направленного человека. Совершенно разные вещи. Вы должны понимать, что вы говорите. Итак, точная формулировка. Почему три слона – это мало, чтобы пробить черные поля? Как ни странно, задача оказывается очень полезной для вас. Оказывается, что в ней надо разобраться. Знаете, почему я ее все-таки взял? Потому что в книжке Яглома она решена неверно. А ответ кому там? А там неверный ответ. Я сейчас рассказываю не то, в чем Яглом ошибался. Аж и все там, в подсчете количества расстановок. То есть там у нее задача – сколькими способами можно поставить четыре слона, чтобы все черные поля были написан неправильный ответ в этой задаче. Ну и неправильное решение. Поэтому я на Олимпиаду и дал эту задачу, чтобы обратить внимание на вот эту вот замечательную ошибку. Поехали, господа, я сейчас вам укажу на доске четыре параллельные диагонали, на каждой из которых не менее пяти черных клеток. А лучше, если вы их покажете. Вот я сейчас пока выделил все диагонали, а нужно, чтобы из этих стрелочек вы оставили только четыре штуки. Но чтобы на каждой из этих четырех параллельных диагонали было бы достаточно много клеток. Кто сможет это сделать?